Здравствуйте, дорогие телезрители! В студии с вами опять Владимир Нечаев. И мы продолжаем путешествие в страну кулинария. И часть вторая. Вот уже, как вначале было заявлено, что два стола, постный и скоромный. О постном мы говорили в первой передаче. Я не знаю, может, вам понравилось, может, не понравилось, потому что постный стол, хотя на Руси он тоже был разнообразным. А вот сейчас мы говорим о скоромном столе, то есть о мясе будем говорить, о мясных блюдах. Дело в том, что на Руси мясо всегда очень ценилось, любое. И оно разделялось как бы на две части. Вот по данным археологов, которые раскапывали капище наших предков русичей, они на первое место ставили говядину, на второе ставили свинину, а на третье место по употреблению мяса ставили баранину. Но дело в том, что свинина и баранина, они изначально были как бы первыми такими вот первыми мясными блюдами. А говядина, почему говядина? Потому что всё, что находилось во дворе, скот, любой скот, назывался говядиной. А то, что было за оградой этих поселений, всё называлось дичью. Это были дикие животные, кабаны, мясо которых очень ценилось. И называли их звериное мясо. То есть это были и кабаны, и зайцы, и олени, и лоси, и всё, что угодно. То есть всё, что находилось за пределами вот такого вот поселения. Так вот, говядина. Говядину очень любили готовить в разных, так сказать, ну, там будем говорить, разные методы были приготовления. И говядины, и свинины. Но ещё в это же время очень ценились птицы. Ну, про домашних птиц я попозже вам скажу. А очень ценились лебеди. Если вы помните, я вам потом расскажу попозже. Очень ценились лебеди, журавли, цапли. И вот такие вот для нас сейчас экзотические животные. Ну, я уже не говорю о диких утках, о диких гусях, о перепёлках и тетеревах. Но дело в том, что в связи с тем, что уже русичи приняли христианство, почему так передача называется «Два стола». Я уже в первой части говорил, что не было разделения там постный стол или скоромный. Не было такого. Но по принятию христианства вот эти два стола, они как бы разделились. И поскольку постов было на Руси достаточно много, и как и сейчас, 200 дней в году, то наши предки, вот мясные столы, они вот как только заканчивался пост, они старались вот восполнить вот недостаток мясной вот такой скоромной пищи. И поэтому столы были очень богатые. Особенно разговление было такое вот, когда пост заканчивался, можно было разговляться. К этому времени очень готовились долго, и столы просто ломились от пищи, мясной именно пищи. А поскольку в пост в основном употреблялась рыба, я говорил вам в первой части, то здесь рыбных блюд не было, практически не было, потому что в основном всё это было приготовлено из мяса. Но и в это же время, вот несмотря на то, что я вам перечистил там животных, там лоси, олени, другие дикие животные, дикие кабаны, но считалось, ещё был такой вот, ну, как бы вам объяснить, была нечистая дичь, то есть мясо этих диких животных нельзя было есть. Это была медвежатина, бобры и белки. И хотя до принятия христианства наши предки с удовольствием ели и медвежатину, и бобров, и беличье мясо тоже употребляли в пищу. Но вот такая вот появилась традиция, которую нельзя было уже нарушать в связи с принятием христианства. Я хочу сразу оговориться, что в нашей программе, вот мы сейчас говорим о древних русичах, и поэтому я не трогаю сейчас кухни тех народов, которые сейчас живут на территории России. Об этом мы будем рассказывать в следующем цикле, потому что вот сейчас мы имеем дело именно вот с такой маленькой Русью, вот древней Русью. Вот сейчас я вам покажу картиночку. Вот это, в принципе, вот Русь та, о которой мы сейчас говорим. Хотя, если вы посмотрите картинку, то и ханство, и Большая Орда, и Литовское княжество. Вот мы сейчас говорим о меню именно вот этой Руси, вот Московского княжества. Так что в следующих передачах мы, конечно, будем говорить о других кухнях народов, которые живут на территории России. А сейчас вот мы берем именно это время. Дело в том, что я так чуть-чуть забегаю, поскольку программа позволяет забежать вперед. Вот, например, уже в 1625 году в Россию привезли достаточно интересных птиц, которых разводили как декоративных. Это были индейки. После этого стали разводить индейок. Сначала их разводили как, ну, вот просто декоративных птиц. Хотя на Руси уже ели и павлинов, и фазанов, то есть тоже красивых птиц. А этих птиц разводили вот именно как декоративных. Потом вдруг они поняли, что эти птицы достаточно вкусные, и уже стали их разводить для того, чтобы употреблять в пищу. Далее, что я вам хочу сказать, что вот по поводу говядины. А вот телятину на Руси практически не ели, потому что это считалось нерентабельным. Убивать молодое животное для того, чтобы насытить свой желудок, считалось неприличным, нехорошим знаком. Потому что телёнок, будь он, значит, тёлочкой или телёнком, всё равно это как бы продолжение. А когда вот говядину, в смысле мяса, коров забивали, то забивали тех коров, которые уже там у них было несколько таких вот окотов. То есть уже, ну, старенькую корову забивали, а потом из этого как бы старенького мяса уже готовили разные-разные-разные блюда, о которых я вам попозже расскажу. Но вот что самое интересное, что мясо вот в 15-16 веке стоило достаточно дёшево. И сейчас я вам такую справочку прочитаю, чтобы не ошибиться. Вот, например, в 15 веке курица стоила семь полушек. Ну, если перевести это на наши деньги, это копейки какие-то. А вот в 16 веке уже курица стоила одну копейку, ягнёнок стоил 10 копеек, а 4 фунта мяса стоило 15 копеек. 4 фунта мяса – это приблизительно, ну, где-то 2,5-3 килограмма. Потому что весы были такие вот неэлектронные, естественно, и вот просто взвешивали, вот на глаз называлось это всё. И поэтому мясо было дёшево, и на столе даже у самых бедных людей всегда было мясо. Но есть одна маленькая особенность. Дело в том, что мы привыкли готовить мясо в металлической посуде, а вот на Руси к металлу относились, ну, довольно небрежно, так будем говорить. И в основном всё это делалось именно в русской печи и в глиняных горшках. Вот такая вот, сейчас я вам покажу. Вот это такая вот деревянная миска. То есть использовалось дерево или глина. Вот это деревянная миска, в которую подавали первое, то есть жидкие блюда. Далее были глиняные горшки, потому что считалось, что глина даёт такой особый аромат, а особую такую создаёт вот внутри этого горшка такую атмосферу, где мясо томится лучше, чем в железе. Вообще к железу относились, как я уже сказал, достаточно, ну, не очень хорошо. И вот такие вот горшки, сейчас я вам покажу просто. Вот такой был горшок, в котором делали и тельное, и всякое разное, то есть томили мясо. Кстати, вот если вы заметили, то крышки у этих горшков нет. А я вам потом объясню, почему. Вот такой горшочек тоже. Но это более большой горшок, где тушилось, варилось, большие куски мяса, или какой-то там суп какой-то, вот такие вот вещи. А вот, ну, эту картинку я вам попозже покажу. Дело в том, что считалось, что вообще, несмотря на то, что как бы мяса было много, его очень экономили. И поэтому в ход пускалось всё. И, допустим, если забивали какое-то животное, то, во-первых, ну, мясо, его солили там, коптили, ещё что-то делали, я попозже вам об этом расскажу. Но дело в том, что использовали всё, субпродукты, как мы называем сейчас. То есть кишки набивались кашей вместе с какими-то рубленными кусками мяса, язык, губы, печень, лёгкая. Всё это шло в пищу, то есть это всё было пригодно. Например, вот из губ и копыт, или голеностопа, так если сказать сейчас современным языком, варили студень. Вот студень – это, ну, мы называем это холодец. Хотя это две разные вещи. Потому что студень – это вот варился из, значит, вот губ, головы и голеностопов. А вот холодец варился из других частей тела животного, туши, будем говорить. Варились, во-первых, в первую очередь варились ноги. Потом туда, когда они уже как бы были готовы, туда добавлялись уже части мяса, то есть мясо. То есть если в студне были только вот такие вот субпродукты, а вот в холодце всегда присутствовало уже мясо, то есть куски мяса. Всё это вот тушилось в этих горшках, в русской печи, которые вот горшки я вам показывал. И он варился достаточно долго. Вот теперь о холодце. Я хочу сказать, что, оказывается, я выяснил вот такую вещь, что холодец имеет магическое значение. То есть это не просто блюдо какое-то. Я никогда не понимал, когда моя бабушка почему-то варила холодец, начинала варить этот холодец, начинала варить его поздно вечером. Вот когда я у неё был в деревне, она мне говорила, Вова, вот холодец нужно варить вечером. И вот она практически всю ночь варила этот холодец. Дело в том, что холодец имел вот такое вот... Это ещё шло от язычества. Имел магическую силу. Вот как ты над холодцом поколдуешь, как она говорила, как ты его приготовишь, пожелаешь людям добро. Вот когда ты будешь есть холодец, вот, Вова, тогда добро к тебе и вернётся. Хотя можно было варить холодец с утра. Ну вот, оказывается, такая вот была мистическая вещь, была и сейчас есть, по-моему. По-моему. Хотя сейчас вот мы покупаем холодец там в магазинах, или просто нужно вот там сварить какой-то холодец. Нет, холодец нужно варить именно ночью, когда все спят, и только тот человек, который готовит этот холодец, он, ну, будем говорить грубо, колдует над ним и просит, холодец, холодец, ты варись, молодец, холодец, холодец, там пожелаю я там этим людям добра, счастья, всё. Вот такой вот, ну, знаете, как в сказках там Баба Яга всё время там колдует над каким-то котлом. Вот, в принципе, вот варение холодца на Руси было тоже связано с языческими какими-то традициями. И поэтому это вот, так сказать, варение, так будем говорить, холодца, имело очень магический смысл. И вот хозяйка, которая варила этот холодец, она, так сказать, вот всегда держала руки над котлом, чтобы, так сказать, отдать свою энергию добрую или злую. Это уже зависело от хозяйки. И поэтому иногда бывало так, что вот в истории там, что поел холодца и не стало молодца, а поел холодец, стал молодец. Вот такие русские поговорки. Потому что если это было, так сказать, под такой хорошей аурой, будем так говорить сейчас такое слово популярное, вот с хорошей энергетикой, то молодец, холодец, молодец. А если плохая аура, то уже и поел холодца, и нет молодца. То есть вот понимаете, в чём дело? Вот эти все вещи, они настолько тонкие. Я не психолог, не экстрасенс никакой, ничего. Но просто вот я, изучая вот эти вот русские традиции приготовления пищи, они действительно потом вот в жизни, я вдруг начинаю понимать, что вот это не просто так вот, знаете, как примета какая-то, там чёрная кошка перебежала или ещё что-то. А вот то, что касается пищи, это действительно так. И в основном это ещё вот я чуть-чуть отвлекаюсь, мы говорим о мясе, я отвлекусь. Это касается, кстати, теста. Когда ты делаешь с добром, то у тебя получатся хорошие пироги. Если ты делаешь с плохим настроением, просто не желая никому зла, ну вот просто, вот плохое настроение, оно нужно что-то там лепить какие-то пирожки. Пирожки не получатся, они не подойдут, будут невкусные, будет как кирпич. Поэтому если вы готовите, это уже такое лирическое отступление, если вы готовите что-то, то лучше готовить, когда у вас очень хорошее настроение. С плохим настроением готовить не надо, потому что все блюда, невзирая на то, что какие вы там купили продукты супер, там дорогие, какие-то очень самые свежие, но если у вас не будет вот такого душевного тепла, эти продукты и не пойдут никому в пользу. И вы сами будете удивляться, почему. Вот вроде как приготовили, да, вроде всё хорошее, а невкусно, и гостям не нравится. Но это лирическое отступление. Далее, вот по поводу холодца. И всегда вот в холодец клали очень большое количество чеснока. Почему? Потому что холодец варился не на один день, а на несколько дней. И чеснок клали не во время варки, а когда уже холодец был готов или студеньк. Когда его уже разливали по этим мискам, тогда только туда клали чеснок. Потому что если его положить во время варки, он потеряет свои вот эти качества, которые помогают сохранить блюдо. То есть, а вот когда уже разлили по тарелкам, и сверху резали чеснок мелко-мелко-мелко, и вот посыпали сверху. И поэтому это блюдо могло храниться там достаточно долго, его хватало надолго. Вот такая тоже была особенность. Далее, вот на Руси были такие специальные просолы. Это люди, так назывались люди, просолы. Что это такое? Это они ничего не солили. А просолы, потому что они как бы расчленяли вот эту тушу. То есть, разделать, допустим, корову или овцу или барана считалось высоким искусством. И это все очень ценилось. Вот, кстати, перебрасываясь во временах, я могу сказать, что когда в Москве уже в начале перестройки стали появляться итальянские рестораны, там французские рестораны, то вот я прочитал в одной из газет, что потом было интервью с французским поваром. Он был просто в шоке от того, что он не мог найти в Москве мясника, который бы умел разделывать тушу. И поэтому он был вынужден пригласить мясника из Франции. Это тоже очень важный момент, потому что вот эти просолы – это люди, которые умели правильно разделать мясо. То есть, отделить филейную часть, еще какую-то. То есть, у них все было вот как по нотам. Это музыканты, они с ножами были, у них специальные были ножи, специальные топорики, топоры. Этот инструмент очень оберегался, никому он не давался в руки, кроме самого мастера. То есть, такая была ювелирная разделка туши. Поэтому вот все мясо как бы оно разделялось. Одно мясо шло, допустим, в какое-то блюдо, а это мясо было на продажу, а это для чего-то было, это для засолки, это для сушки. То есть, понимаете, вот были такие мастера. К сожалению, сейчас таких мастеров практически нет. И вот даже я иногда захожу в отдел мясной, и хотя вот там мясник, он меня знает, я его знаю, и вот, и я вижу, как он просто безжалостно работает с мясом, мне просто мясо жалко. Про животного, которого убили, я уже не говорю. Но это такое вот лирическое отступление. Так вот, вот эти повара, вот, помимо того, что они умели разделывать это мясо, была система готовки. Для каждого мяса, для каждого мяса, был отдельный способ приготовления. То есть, нельзя было, допустим, говядину делать так, а свинину так. Одинаково нельзя было. То есть, для каждого мяса была, так сказать, ну, своя кулинария, своя кухня. Поэтому вот это всё очень чётко разделялось. А вот самым главным было для русских поваров, это на каком жире готовить. В основном готовили на сале, на свином, на нутрином жире. Но очень ценился почечный жир. Это был дефицитный такой товар, потому что на почках жировые вот эти вот складки, они существовали, но там было их недостаточно. И поэтому вот его как бы заготавливали для особых каких-то блюд таких. Вот, значит, срезали с почки вот этот жир, и потом его складывали и хранили. Тем более он долго мог не портиться. И вот на нём готовили какие-то вот зажарки какие-нибудь, или жарили всё это. Но самое интересное, что вот наши же повара очень была сложная система гарниров. Вот в нашем понимании гарнир – это макароны, там ещё каша какая-нибудь. А вот на Руси гарнирами вот такими вот были различные овощи и фрукты. И поэтому к каждому виду мяса подавался особый гарнир. Вот, например, к свинине, к баранине подавали сливы, солёные сливы. Мы привыкли видеть, что это сливы просто как фрукт такой, вот или сливовый компот там. Вот, вот сливы, солёные огурцы, солёные каперсы. Вот эти вот разнообразия были. Чеснок, к свинине обязательно хрен был. Хрен со свёклой, хрен просто с уксусом. То есть вот это вот растение, корнеплод, вот этот корень хрена, они использовали в разных композициях. То есть они его, как мы говорим, ну, тёрли. Тогда они не тёрли, тёрок практически тогда не было. Они его измельчали, потом добавляли в него или ягоды, клюкву, ежевику, вот какие-то лесные ягоды, там, чернику. И вот хрен этот был, он, во-первых, был очень красивый, потому что сам по себе хрен, он белого цвета, а вот когда туда делают добавки какие-то, то можно было сделать, ну, как говорили на Руси, три хреновины. Это не ругательство, извините меня. То есть, допустим, если выкладывался поросёнок, то, значит, три хреновины. Это, значит, хрен со свёклой, он был такой красный, хрен с черникой, он был такой синий, сиреневый даже, и хрен, допустим, с клюквой, он был розовый. Вот разные цвета этого хрена, они по вкусу отличались, и вот это вот блюдо выглядело очень красиво и симпатично. Поэтому три хреновины – это не ругательство, это вот было такое понятие. Далее я вам сейчас хочу рассказать. Вот разнообразие блюд из мяса было такое, что вот всё перечислить очень трудно. Но есть такие вот какие-то блюда, названия, вернее, блюд, то есть мы можем это делать, но мы не знаем, как они называются. Вот мясо, которое было, верчёное. Верчёное мясо – это, значит, мясо, которое делалось на вертеле. В основном это были зайцы, там, куропатки, или иногда поросёнок, или какая-то дичь, там, лосятина. Это вот верчёное, то есть на вертеле. А вот есть такое понятие, как ушное. Вот для меня, когда я первый раз услышал, что такое ушное, мне казалось, что это блюдо из уха. Из уха какого-то животного. Оказывается, нет. И сейчас я вам расскажу рецепт ушного, старинный рецепт такой. Значит, нужно взять мясо, любое, говядину, свинину, баранину, морковь, ну, естественно, коренье, лук, капусту обязательно, репу, грибы, ну, и приправы, и чеснок. Так вот, что такое ушное? Значит, мясо режется большими кусками, потом оно обжаривается очень быстро, то есть вот с двух сторон, ну, куски большие, там, можно с четырёх сторон, ну, это вот как делалось. Далее, это вот обжаренное мясо, оно покрывалось такой коркой, схватывалось сразу, потом это ложили в горшок, вот, и добавляли туда репу, морковь, вот, корень петрушки, ну, все специи, естественно, вот, которые были тогда на Руси, и всё это заливалось горячим кипятком, чтобы, чтобы вот вода покрыла, чуть-чуть покрыла, вот, мясо, ну, вот вообще всё это варево, как говорили на Руси. Потом это всё ставилось в русскую печь, и там оно томилось полтора-два часа, чтобы оно упрело, вода выкипала. Но была одна маленькая особенность. Дело в том, что почему, вот, когда я вам показывал эти горшки, я сказал вам, что там нет крышек. А крышками пользоваться, ну, как бы, ну, не пользовались крышками, сейчас объясню почему. Потому что любое блюдо должно было дышать. Так вот, когда готовили ушное и всякие другие блюда, я, кстати, в своей практике тоже так же пользуюсь этим, то есть берётся пресное тесто, раскатывается, и вместо крышки накрывалось всё это пресным тестом. И тесто, оно, во-первых, держало температуру, жар, а во-вторых, оно давало выход, так сказать, то есть оно как бы дышало. И если вот я, например, когда делаю, вот закрываю, когда ко мне приходят гости, я делаю мясо в горшочках, в духовке, правда, не в русской печи, то я иногда вот в это тесто, в эти крышки из теста, я иногда добавляю всякие травки-приправки. Это вот даёт такой аромат самому блюду. То есть помимо того, что я в горшочек кидаю, и вот закрывая вот этим тестом, во-первых, блюдо дышит, и, во-вторых, забирает вот тот аромат тех травок, которых я набросал вот в это тесто-крышка, тесто-крышка. Далее, с мясом вообще происходили всякие разные вещи. Его и тушили, и гнётное было мясо. Вот что такое гнётное. Вообще у него три названия. Подварное, гнётное и подпарное. Что это такое? Для меня это был вообще какой-то сначала загадка. Потом я выяснил, что вот это подпарное, гнётное – это мясо, которое подавалось на второй день. То есть его разогревали или подавали холодным. И считалось, что вот ещё подрассольное, рассольное мясо – это, значит, мясо, которое варилось в каком-то рассоле. И потом его вытаскивали из рассола, и уже оно остывало, и его подавали только на следующий день, потому что вот рассол впитывался, и вот оно было очень таким, ну, пикантным очень. Не то, что вот, допустим, кусок говядины отварной, там, или свинины, а вот когда в рассоле, а рассолы тоже были разные, и поэтому вот подрассольное такое вот мясо очень было вкусным. Его подавали как холодную закуску. То есть вот как мы сейчас там покупаем в магазинах, там, нарезку или ещё что-то. Вот буженину. Вот, кстати, о буженине. Буженину тоже делали рассольную обязательно. То есть это не просто копчёное мясо, а подрассольное. То есть сначала её выдерживали в рассоле, и этим рассолом пропитывалось, туда добавляли всякие пряности. У неё был такой вот, как говорили, вот, по крайней мере, то, что я знаю, говорили, был дух шёл. Вот от мяса, вот от тех вот холодных копчений, то, что мы приобретаем, должен идти дух. Если духа нет, почему называется мясо духовое? От того, что должен быть дух от мяса. А когда мы покупаем вроде красивую такую, вот, кусок буженина или там ещё что-то, а духа нет, значит, это всё приготовлено не по старинным русским рецептам. Но это уже ваше право нюхать, не нюхать, дышать, не дышать, духовое, не духовое. Так вот. Ещё вот то, что я говорил в самом начале, вот, что очень экономно использовали вообще все внутренности животных, особенно ценились сердце, печень и лёгкое. Так вот, сердце, вот, был такой очень старинный рецепт, сердце в муковнике. Что это такое? То есть, это бралось говяжье сердце, оно разрезалось на две части или на четыре части, в зависимости от веса, вымачивалось в холодной воде буквально час, потом заливали это сердце, клали в горшок, заливали кипятком и варили его. Вот сейчас я вам просто прочитаю этот рецепт. Когда сердце было сварено, вот этот бульон, в котором варилось сердце, нужно было процедить. Потом сердце нужно было мелко-мелко порезать. Мелко порезать морковь, репу, лук и положить это всё в этот горшок. А вот этот бульон, в котором варилось сердце, нужно было залить до половины, а во второй половине нужно было размешать муку, в основном ржаную, но лучше пшеничную, вот такую вот. И когда вот это всё закипало, добавить туда рассол, солёные огурцы, сметану и всякие пряности, и вот тушить это до готовности. Вот такое вот сердце, вот такое блюдо было. То есть наши предки всё использовали, не было остаточных. Кстати, из костей варились тоже всякие супы и бульоны. А вот поскольку уже время передачи почти подходит к концу, я вам хочу рассказать ещё про одно блюдо. Это блюдо очень, так сказать, на наш взгляд, странное, может быть, но блюдо это называлось похмелье. Вот мы привыкли считать, что похмелье это состояние человека после каких-то там праздников и определённых. Так вот, на Руси было такое блюдо похмелье. Готовилось оно очень интересно. Вообще, есть, я нашёл в старых книгах рецепт этого блюда похмелье, а потом я ещё нашёл, вот, был такой путешественник Алиарий, который ехал в Персию через Русь. И вот он очень много сделал таких заметок, он так и называл их, из путешествия через Московию. И вот какие-то вещи для него, которые казались дикими, вот он оставил. Так вот, я прочитал то, что было в старинных книгах, там, в домострое, в старинных рецептах, и то, что он пишет. В принципе, это совпадение. Но я не буду вам читать то, что написано в книгах, так сказать, а вот мне хотелось бы вам сказать вот ощущение человека, приехавшего в Москву, и узнав, что есть такое блюдо похмелья. И поэтому я вам его зачитаю так, как у него написано в дневнике. Русские умеют также приготовлять особую пищу на то время, когда они с похмелья или чувствуют себя нехорошо. Блюдо называется похмелье. Они разрезают жареную баранину, когда она остыла, на небольшие ломтики, вроде игральных костей, но только тоньше и шире смешивают их со столь же мелко нарезанными солеными огурцами и перцем, вливают туда смесь уксуса и огуречного рассола в разных долях и едят это кушанье ложками. И вы знаете, помогает. Вот такой вот рецепт похмелья. Вот такое блюдо было похмелье. И поэтому это состояние после какой-то пирушки или после каких-то праздников, вот это слово обозначало это блюдо, дало понятие, что человеку плохо. И почему иногда огуречный рассол. Видите, оказывается, это было все еще в 10-11 веке придумано такое блюдо, потому что русичи очень любили пировать, были такие моменты. Ну, это уже чисто национально. Наверное, это не отнять уже. И никакие преграды не могут это сделать. Далее, еще дело в том, что вот в период не гипоста, а мясной рацион входило очень много дичи и птиц. вот то, что картиночку я вам показывал, сейчас ее крупнее покажу. Вот лебедь. Лебедь здесь не случайно, потому что лебедь считался помимо, так сказать, вот такой вот птицы, птица верности, там, верность такая, лебедь был всегда украшением богатых столов, особенно царские столы. И несмотря на то, что здесь вот лебедь, он как бы в перьях, на самом деле лебедя просто очень аккуратненько общипывали, потом, значит, его готовили, фаршировали, кстати, птиц фаршировали всем чем угодно, и мясом, и грибами, и солеными огурцами, то есть это, так сказать, и кашами, различными. Так вот, лебедь был символом царской, вот такой, царь-лебедь мы говорим. Вот, поэтому лебедь всегда был на царском столе. Потом его опять, вот эти перья в него втыкали, и делали форму, и все, и вот как будто вот живого лебедя. Для меня, например, когда я смотрел там детские сказки какие-то по телевидению, как несут лебедей, я думал, ну как этих бедных живых птиц, что ли, принесли, или вообще как их есть. Оказывается, их просто готовили специальным образом, потом опять перья вставляли на место, и это, вот, если говорить таким современным языком, были такие визажисты, которые подавали фазанов, лебедей, гусей, и уток как бы живых, на самом деле они уже были приготовлены, и вот они специально вставляли вот эти вот перышки, чтобы это было, выглядело натурально. Потом, естественно, когда гости уже ели, перья это снимались, и гостям уже резались на куски. А вот фаршировали всякую дичь и домашнюю птицу всем. Очень ценилось на Руси фаршированные утка. Ну, почему-то вот именно утка ее, ну, потому что она достаточно жирная, и, значит, у нее много жира и много сока. Так вот, утку такое вот было самое популярное, сейчас я вам быстренько прочту этот рецепт, вот утку фаршировали солеными груздями. Вот, значит, сначала тушку подготавливали, потом соленые грузди резали, потом жарили отдельно лук, лук смешивали с солеными груздями, вот, шинковали утку, утку запихивали вот на такую глиняную, длинную сковородку, поливали маслом или сметаной и запекали в печи где-то час-полтора. Это было очень вкусное блюдо, но поскольку у меня дома нет русской печи, я попытался сделать, а соленые грузди мне привезли родственники из Владимирской области, вот, они там живут в деревне, в поселке, они, вот, именно берут только грузди, белые грибы они там сушат, а вот грузди они солят в бочке, это действительно, ну, просто божественный гриб такой, и они еще научили меня такому блюду, то есть, вот, грузди соленые именно, они рубили и заливали их сметаной и луком, я это ел, вот, честно вам скажу, это безумно вкусно, и вот утка с солеными груздями, конечно, не в русской печи, а в простой духовке современной, но все равно это было безумно вкусно, вот на Руси это блюдо очень и очень ценилось. Вообще, русская кухня, я вам могу сказать, что, может быть, повторюсь, что вот русская кухня считается самой интересной, несмотря на то, что все восхищаются французской кухней, там, итальянской, но я вам могу сказать, давайте будем немножко патриотами, потому что мы не знаем о русской кухне ничего, поэтому русская кухня считается в мире, считается одной из самых интересных, самых богатых, потому что у нас богатая очень страна и ресурсами, и разнообразием, и животными, и птицами, и рыбами, из которых можно все готовить. Мы, к сожалению, это разучились делать. И я думаю, что вы этому научитесь, и я желаю вам, чтобы вы познавали русскую кухню, гордились ей, и готовили, и угощали. Приятного вам аппетита! С вами был Владимир Нечаев. До свидания, до следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok